Здравствуйте! С вами программа «Семь пятниц» и я, ее ведущая Евгения. Смотрите сегодня в программе. Все старое, хорошо отреставрированное новое или история одного подарка. Визит-болф такого подарка я не ожидал. Когда-то эта гитара была символом дружбы и веселья. Сейчас она разбита. Но для Елены она дорога как память о студенческих временах. На шестиструнной играл ей песни «Любимый». Это гитара мужа. Она со студенческих времен. Захотелось ее как бы обновить. Ну что, ну, конечно, гитара в плачевном состоянии. Но, конечно, лучше снять лак обязательно, да, покрасить все детали заново и задекорировать вот главную поверхность. Вот такая гитара у нас с вами в первозданном, скажем так, виде. Попала мне в руки. Что мы с ней сделаем? Ну, для начала нужно снять все струны. Некоторые струны у нас уже порваны, либо их сняли. Вот. Осталась одна струна. Мы ее также просто отрежем. Отрежем. И... Ой. Все. Отрезали. И сам гриф снять. Для этого в гитаре есть специальный шурупчик внутри гитары. Вы его открутите. Просто потом подденьте чем-нибудь. И вытащите основной шуруп. Кстати, гитара будет иметь не только декоративную функцию. Предполагается, что ее хозяин сможет снова сыграть для своей жены любимые песни. Гитара у нас разобрана. Очки и фартук – обязательный элемент одежды при работе с шлифовкой. Ошкуриваем поверхность гитары, чтобы убрать старый, вспухший, потрескавшийся лак. Процесс шлифовки самый скучный и, возможно, неинтересный. Но подготовить гитару, изделие наше, нужно наиболее тщательным образом, чтобы затем наша гитара выглядела супер. Когда вы шкурите, вы снимаете не только лак, но и старую пыль и грязь с гитары или с любого другого деревянного изделия. А нашу гитару мы будем шкурить всю. После того, как вы отшкурили, что вы делаете? Вы берете кисточку, любую кисточку мягкую, и аккуратненько вот эту всю пыль вот так вот смахиваете. Так как на пыль и грязь не ляжет ни одна краска, ни один грунт, важно, чтобы на вашей гитаре или на любом другом деревянном изделии пыль была вот эта снята. Поэтому мы все это аккуратненько очищаем. Дальше нам понадобится художественный акриловый грунт. И мы на поверхность гитары нанесем этот грунт. Аккуратными ровными движениями мы наносим грудь на поверхность. Используем для этого щетиную кисточку. Она отдает всю краску, весь художественный грунт на поверхность. Мы покрыли наши гитары белым акриловым грунтом. Грунт высох, и теперь мы приступаем к окраске деки. Красим ее в золотой цвет. Золотой акриловой краской прокрашиваем всю деку, потом сушим феном. Как только мы покрыли первым слоем, начинаем укрыть второй слой. Проверьте, высохли предыдущий слой, чтобы дальнейшая работа была как можно аккуратнее. После того, как вы загрунтовали гитару, обработайте шпатлевкой все выбоины и сколы. И снова просушите. Понадобится около суток. Затем отшлифуйте загрунтованную поверхность и нанесите краску. Так как у меня гитара будет в старинном стиле, я специально не шпатлевала некоторые выбоины и сколы, для того, чтобы сохранить более старинный и потертый вид гитары. Кроме краски вы можете покрыть гитару аэрозолю. У меня есть золотой аэрозоль. Я покрою гитару прям поверх первого слоя краски аэрозоль. Аэрозоль, он более легко и тонко распыляет на поверхности краску, поэтому выглядит эффектно. Пока сохнет наша с вами гитара, точнее дека гитары, мы займемся грифом. Гриф мы уже покрасили в золотистую краску. И теперь там, где лады, мы с вами будем делать кракелюр. Кракелюр с французского языка – трещины красочного слоя или лака в произведении живописи. Техника кракелюр позволяет внести в обстановку дыхание времени, приглушить тона, добавить простым вещам загадочности и таинственности. Мы покрыли гриф кракелюрным лаком. Чтобы лак высох, понадобится около получаса. В это время мы займемся основой нашей гитары. Понадобятся акриловые краски. Обязательно, делая одношаговый кракелюр, нужно использовать контрастные цвета, контрастные краски. И еще одно условие. Если вы делаете кракелюр, металлизированные цвета краски должны быть обязательно снизу, ни в коем случае сверху, так как золотые и серебряные пигменты кракелюрный лак не растрескивают. Поэтому всегда подложка должна быть металлизированной снизу. Не забывайте об этом. Чтобы коричневая краска была понасыщеннее, поинтереснее, я использую фиолетовую акриловую краску. И смешиваю ее с коричневыми. Старайтесь не заходить на предыдущий слой. То есть, рядышком с уже нанесенной краской. Это мы делаем для того, чтобы наши трещины мы не закрасили. Трещины появляются практически сразу, после нанесения краски. Посмотрите. Чем толще слой кракелюрного лака, тем более широкие будут трещины. Кроме того, направление трещин вы можете сами задать благодаря кисточке. То есть, у меня они строго прямые. Можно делать зигзагом, тогда и трещины у вас пойдут зигзообразно. Время высыхания кракелюров от 2 до 6 часов. Но мы будем обыстрять с помощью фена этот процесс. Я советую, конечно, дома спокойно дать трещинам самим разойтись. Вот мы сделали наш гриф. Но это еще не все. Сейчас мы будем тонировать заднюю стенку грифа. Лучше наносить краску кисточкой на губку, чтобы краска ложилась ровнее. Вернемся к нашей гитаре. Итак, сначала мы деку покрыли золотой акриловой краской. Теперь воспользуемся аэрозолем, для того, чтобы тон был ровнее. И запшикаем аэрозолем нашу деку. После того, как краска высохла, мы приступаем к отделке деки гитары. Что мы будем делать? У нас есть боковины, вот такие красивые. И мы на этих боковинах будем продолжать тот мотив, который мы делали на грифе гитара. То есть здесь мы сделаем вот такие же кракелюры. Для этого, как и с грифом, мы воспользуемся кракелюрным лаком. Схема такая же. Покрываем лаком поверхность гитары, даем высохнуть, сверху покрываем акриловой краской. Но на этом наша работа не заканчивается. Продолжаем декорировать нашу гитару. Сейчас нам понадобится аэрозоль. Всегда перед тем, как вы начинаете пользоваться аэрозолем, обязательно проверьте силу вашего нажатия и дальность расстояния распыления. Для чего это делается? Для того, чтобы вы почувствовали, как у вас будет краска распыляться. Вот под оклоном, слегка касаясь. Обязательный этап – сушка. После ту же самую процедуру проделываем с другой стороны. Мы с вами затонировали гитару. Кроме того, еще затонировали голосник. Посмотрите, вокруг окружности тоже слегка коричневую краску мы нанесли аэрозолью. Расписывать гитару мы будем в японском стиле. Как сделать роспись? Берется любой эскиз рисунка, в нашем случае это ветка сакуры, и перерисовывается простым карандашом. Если вы не умеете рисовать или не уверенно себя чувствуете просто с карандашом, вы возьмете рисунок, можете сделать трафарет и по трафарету обвести. Я буду рисовать карандашом сразу. Дальше мы возьмем белую краску и коричневую. Начнем нашу роспись с цветов. Так, берем белую краску. Немного. Когда рисунок готов, нашу гитару, точнее все ее части, покрываем глянцевым лаком в 2-3 слоя. И последний этап. Нашу гитару мы отправляем в музыкальный салон, чтобы там на нее натянули струны. Ну вот, мы уже на месте, и сегодня мы будем дарить нашу гитару. Идем звонить. С этим. Гитару заказывали? Давай. Вот, посмотрите, какая гитара получилась. Ну что, будем дарить? А звучать стало еще лучше. Благодарим за помощь в проведении съемок школы декора «Арт-дела» и лично Юлию Новоселову. Субтитры подогнал «Симон»